Двойной праздник в минувшие выходные отметили жители Забойского сельского поселения. День физкультурника и день рождения родного поселка. Празднование началось рано утром и продлилось до позднего вечера. Вместе с жителями праздничный день провели и наши корреспонденты. Анна Монастыренко с подробностями. 9 часов утра, а на стадионе Забойского сельского поселения уже аншлаг. Сюда пришли юные спортсмены, ветераны спорта, а также те, кто просто любит активный образ жизни. Собравшихся с днем физкультурника поздравил глава поселения Александр Крудько. Активистам спортивного движения поселка Забойского были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Среди награжденных в этот день была и Ксения Светличная. Девушка просто не может жить без спорта. Она постоянно участвует в различных видах соревнований в составе сборной команды Забойского сельского поселения. Наше руководство, наш глава постоянно организовывает для нас различные выезды в горы. Мы защищаем поселок на районных соревнованиях, мы ездим на плавание, на турслеты. Для нас организовывают различные поездки с палатками, выезды в соседние села и в город Славицыно-Кубани. В общем, мы активно защищаем поселок. Наши дети приходят с нами и уже с детства учатся и гордятся нами. После окончания торжественной церемонии награждения началась соревновательная часть праздничного дня. Пока юные жители поселка играли в шахматы и шашки, а также оттачивали свое мастерство в воркауте, более взрослое поколение участвовало в футбольных баталиях. На поле встретились сборные команды Целинного, Черноярковского, Петровского сельских поселений. За команду поселка Забойского играл глава поселения Александр Крутько. Не менее зрелищным оказалось состязание по перетягиванию каната. Здесь хозяева праздника одержали уверенную победу. В каждом виде соревнований были определены победители. Им, а также всем участникам спортивного праздника вручили почетные грамоты и кубки. По перетягиванию каната третье место заняла команда Целинного поселения. Второе место – команда Черноярковского поселения. Первое место – команда Забойского поселения. Продолжился праздничный день вечером. Около сельского дома культуры юных жителей поселка ждали аттракционы и надувные батуты, а также вкусное угощение – наваристый борщ, пирожки, компот. Мы односельчанам сделали сегодня бесплатный борщ, компот у нас, хлеб идет, беляшим приготовили, сладкие пирожки в духовке были, потом картошка, капуста, говорю. Ездили, выезжали мы сегодня даже на поле тоже, на футбольное, угощали там односельчан тоже этим же бесплатным компотом, пирожками сладкими. Ну, всем понравилось, все довольны. Общественный порядок во время праздника обеспечивался местными казаками. К слову, Хуторское казачье общество поселка Забойского – самое крупное в районе. В его рядах числится 143 казака. Занимаемся мы основной охраной общественного порядка здесь. Вы видите, видите, везде казаки стоят, сейчас праздник. Все праздники, которые проходят в Забойске, мы даже уже не приглашаем работников милиции, мы сами справляемся с этими вопросами. Занимаемся воспитанием детишек, патриотическое воспитание, казачьих обычаях. Забойское сельское поселение – это одно из стабильно развивающихся поселений района. Благодаря активности жителей, вниманию власти к их пожеланиям, помощи районной и краевой администрации, к очередному дню рождения поселка, здесь многое удалось сделать. Улица у нас хорошая. Благодаря, конечно, краевым и районным властям, мы вступили в программу по реконструкции дорог. И вот вы можете видеть, у нас хорошая улица с бордюрами, улица Победы. Также мы заасфальтировали улицу центрально, есть протяженностью около километра обе улицы. Поэтому порядка 5 миллионов нам было выделено, мы свое софинансирование. Ну и у нас все получилось красиво, люди благодарят. Также мы занимаемся водоочисткой в хуторе Солодковском. Сейчас установили, подключаем сейчас свет, и люди будут иметь возможность пить чистую воду. В планах построить красивый парк памяти Владимира Слюсаренко, который в свое время помогал поселку. Теперь его дело продолжает жена, которая также всем сердцем любит свою малую родину. Это моя родина, и конечно же здесь и солнышко ярче, и травка зеленее. Это моя родина, это мой любимый уголок. В Забойском сельском поселении живут удивительные, открытые, щедрые и талантливые люди. Гостям праздника местные мастера и рукодельницы подготовили выставку своих работ. Нина Павловна тонкая вышивает с детства, училась у мамы. Своими руками она создает настоящие украинские вышиванки, рушники, а еще вышивает иконы. Свои работы дарит друзьям и родственникам. Мастерица Нина Тонкая родом из Украины. В поселок Забойский переехала к своему мужу и не пожалела. Для их семьи это лучшее место в мире. Поселок Забойский – родина малая. Господь нам отделил небольшой кусок земли. На берегу реки, недалеко от моря, плавни, лиманы, тепло, сытно, удобно, уютно. Мы здесь всем нужны, нам все нужны. Мы тут родились, мы здесь пригодились, сгодились. Приехав в любую другую страну, место, там чужая жизнь, чужие люди, чужие одноклассники, чужие родственники. И пока наживешь, несколько поколений пройдет, и тогда они там станут своими. А мы здесь свои, здесь нам хорошо, народ не уезжает. У нас здесь тепло и уютно, нам здесь нравится. Мастерицу Нину Тонко вместе с другими выдающимися жителями поселка Забойского наградили почетными грамотами и памятными подарками. На сцене сельского дома культуры чествовали земляков, которые многие годы трудились на благо родной земле, общественных деятелей, владельцев домов образцового содержания, а также семейные пары, отметившие золотой юбилей супружеской жизни. Поздравление в честь дня рождения своей малой родины жители поселка принимали и от руководства Славинского района. Первое упоминание о поселке было в 1846 году. Но можно считать, что сегодня мы отмечаем 172-й годовщину, 172-й день рождения. Поселок уже имеет очень древнюю историю, большую историю. Я хочу пожелать вам от души, чтобы вы хранились на своей традиции. Какие традиции? Традиции у нас самые простые. Это любить свою малую умность, хранить то, что дала природа, хранить то, что создали человеческие руки, уважать старшее поколение, любить свою семью, любить детей, славить свою малую родину делами своими прежде всего, в искусстве, в спорте, в работе, везде, где может проявить себя человек. Я желаю, чтобы процветал ваш поселок. У вас талантливые, умные, красивые люди живут здесь. Очень и очень трудолюбивые. С праздником, дорогие жители поселка Забойского! Продолжился праздник концертом, который подготовили воспитанники сельского дома культуры вместе со своими преподавателями. День рождения поселка Забойского получился искренним, душевным и по-семейному теплым. Это, наверное, от того, что каждый житель просто влюблен в свою малую родину и гордится ею. Я люблю поселок Забойский, то, что здесь очень дружелюбные поселения, и все люди все равно, кому плохо, кому, и все идут на встречу, и все друг другу помогают. Трудную минуту, это какое бы ни было, что там, у кого какое горе, все идут и помогают. Я люблю поселок Забойский, за то, что здесь очень красиво. Здесь мои друзья живут, ну и здесь моя семья. Здесь все удобно. Есть спортивная база, все рядом, добрые люди. Ну, наверное, из-за людей. Ну, что, если бы здесь было плохо, я бы здесь, наверное, не живу. Я люблю поселок Забойский, потому что здесь здорово. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».